У них есть свой официальный корпус-союз, естественно, FN2R, и в защиту их хочу сказать, что зарплату они себе успешно выбивают. Но с другой стороны, у них появился нехилый долг, чего они сидели. То есть у вас по закону, еще тогда, когда это все началось, это, если не ошибаюсь, восьмой год с начала кризиса, у вас по закону есть возможность при первой же невыплате зарплат через две недели приостанавливать работу. Есть такая возможность. А вместо этого они сидели буквально полгода, накопили долг по зарплате в 40 миллионах, но потом начали выступать. Ну это частная ситуация. Типичная ситуация. Так же правильно, потому что у них нету полдолгого брака? Был. А, был, то есть они им просто проморгали? Их, по-моему, два или три раза уже переорганизовывали. Вот, грубо говоря, Дальнегорск, там есть градообрузыщие припяти, это БОР. Есть вспомогательные, это Дальполиметалл. Вот их, грубо говоря, там сбора Дальполиметалл, потом Дальнегорский ГОК, потом обратно. Каждый раз при смене организационной формы они теряют этот коллективный договор. Но вместо того, чтобы устроить забастовку и воспрепятствовать самой реорганизации, они это все как бы послушно соглашаются и каждый раз потом начинается все с нуля. Ну, как бы вроде есть работа, как бы нет. То же самое было в последнем, когда там проходил митинг. По сути, там было человек 300, как мне говорили. Из них только плыли с этого завода, остальные там какие-то лица неизвестные этим самим рабочим. И среди официального профсоюза, который у них есть. То есть, как бы, когда вопрос про официальный профсоюз молчит за то, что его членов заставляют подписать незаконную, по сути, документ, доп. соглашение, а не разглашение ситуации на заводе под угонением, он молчит. Ну, вопрос задается такой. А зачем нужен такой профсоюз? О чем они, кстати, и задавались вопросом? У них этот вопрос и стоял. Также вопрос стоял, вот часто мы уже не переставили в ситуации. Алексей сказал о том, что я не понимаю, конечно, я тоже в своей жизни часто сталкивался с такими товарищами. Сидят, ждут чего-то полгода. Зарплату им не платят, постоянно задерживают. Они сидят полгода, ждут, полгода они начинают чесать репу, когда доходит сумма до колоссальных размеров. Я знаю нескольких таких товарищей по одному предприятию, у которых дошло до 300 тысяч задолженность по зарплате. Я говорю, что же вы полгода сидели, чесали свои репы? Вы либо забастовку устраиваете, либо увольняетесь. Как бы два варианта есть. А ждать, когда там достигнет энной суммы и рассчитывать, что он что-то заплатит, ну, маловероятный факт. Предприятие проще обмиссия банкротом и организовать новое какое-нибудь. Поэтому уехать. То же самое с радиоприбором. Там тоже они там сколько год ждали, что им... Ну, там профсоюза не было. Единственное, там, когда я понял, не было профсоюза у них, единственное, на радиоприборе. И поэтому как бы еще можно с ним с нимхождением сказать. Но они тоже около года ждали, чуть меньше, когда им заплатят. Долги достигли колоссальные, там, что-то 100 миллионов, по-моему. И 400, не помню. Возвращаясь к тому уже бору, он же так и делает. Каждый год банкротится, каждый год кидает поставщиков на... В качестве расходов, так как он банкрот, он не может оплатить. Он не может каждый год оплатить электричество, которое он живет, как сынья, помои. Он... Вот про зарплату не знаю. Вроде как зарплату якобы всем работникам выплачивается в полном объеме. Но, опять же, это дальний горст, там зарплаты копеечные. Там даже копейки не платить, там вообще и последнюю совесть не иметь. Я видел цифры, что там дом постоянно плавает от 10 до 50 миллионов рублей. То есть это начиная с 2008, 2010, 2015, 2013, 2015, 2017. И сейчас вот они тоже как бы там что-то задолжают. При этом надо иметь в виду, что бор работает на Китае. Вся его продукция прям со свистом уходит в Китай. Он используется для производства удобрений. То есть он получает валюту живую много и в больших количествах. А почему-то потом выясняется, что я ни для кого, кроме хозяева, нет. Ну да, такие предприятия есть. Вот мне не понравилась встреча, не помню рассказывать. Можешь кому-то рассказывать, то, что я встречался с этим. Как дать прибор, по-моему, назвать? Да, дай прибор. Представите по Союзу, дай прибор. Я в конце вопроса хотел узнать. А ты точно представляешь, что в Союзе они работодатели? Потому что он начал мне описывать, что такого нехорошего работодателя. Что он там надбавки делает, каждый год выплачивает. Не пытался с ним поговорить о рабочих. Он на эту тему обходил. Я же не могу. Задается вопросом. Ну, единственное предложил, да, ребята, вот активно присоединяйтесь. Мы такие хорошие в НПР. Я напомню, что в начале прошлого года, если не ошибаюсь, выходила целая серия видео на всяких там левых каналах, типа Вечника Бури. Название примерно «Почему у нас такие профсоюзы?». Единственное, что я помню, но их там было несколько. Там как раз объясняется, что вот это ФНПР – это, по сути, наследник ВССПС. Да, 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 это оно. А ВССПС, оно такое примерно еще с 20-х годов, когда было решено профсоюзы, грубо говоря, переориентировать, как еще один такой орган государственной власти. Мотивация там была следующая, что, дескать, вот у нас государство-пролетарианство, с кем тут бороться собрались. Поэтому ликвидировать совсем не стали, но зубы, так сказать, получили. Ну да, я об этом говорил, что основная дискуссия была в МВССП между Лениным и Троцким. Ну и там еще ставим ее. Ну, Ленин решил закрыть ее, не до конца, конечно, но закрыть тем, что не надо допускать раскол в проитадской среде. Ну, это отдельная тема, там можно сформировать многое про комитеты и про советы, и там дискуссия шла. Давайте мы еще вернемся к нашей теме. У меня как раз интересные свежие цифры есть в газете «Заработчее дело», 214 номер, кандидат экономических наук Виктор Иванович Голко. Он приводит как раз статистику. Ну, он написывает, мы сами понимаем, да, что сравнивать цифры в разное время на разные. Допустим, он приводит по Российской империи, там было 3,9 миллионов рабочих, промышленных. Понятно, батрахов никто не считал. То есть, именно промышленного литаря-то было 3,9 миллионов. В современной России тоже сейчас тяжело очень посчитать. Дело в том, что в 2005 году поменялся способ статистики. Вообще, где-то около 9,6 миллионов сейчас рабочих, чего пролетариата, именно пролетариата. Всего Росстат говорит, что 26 миллионов рабочих, но там некоторые люди внесены в рабочие профессии, а другие профессии, которые рабочие, казалось бы, делают товар, материально производство занимается, но в статистику не входит. По его подсчетам примерно где-то 24-25 миллионов рабочих, взамен 26, которых официально у нас сейчас признается. Ну, так как мы это сравнивать не можем, лучше давайте посмотрим именно на промышленный пролетариат. То есть, 913 год, последний год перед войной, самый такой стабильный, самый спокойный, 3,9 миллионов, почти 4 миллиона. Сейчас, спустя почти 100 лет, даже уже чуть больше получается, у нас 9,6 миллионов, почти 10 миллионов. Вроде бы много, да, увеличение в два с лишним раза, но если мы посмотрим статистику в Советском Союзе, что было, если на, вообще на весь СССР, да, в 87-м году 31 миллион промышленных рабочих, промышленных рабочих. А если брать только РСФСР, то есть территорию современной России, это 18,7 миллионов. То есть, казалось бы, сейчас у нас рабочих в два раза меньше, чем на той же площади при Советском Союзе. У нас получается очень странная тенденция, да, сначала численность увеличилась рабочих, потом упала, причем сильно упала, почти в два раза. Но очень, для чего такой важный момент в этой же статье отмечен, что мы сейчас где-то около 80% промышленного производства выдаем, что и Советский Союз. То есть, несмотря на то, что рабочих у нас стало, промышленных рабочих, в два раза меньше, да, 9,6 миллионов, несмотря на это, они выпускают 80% продукции от той, которая выпускалась в Советском Союзе 30 лет назад. За счет чего? Опять же, автоматизация, интенсивность труда, никто не отмечтеняет, никто не отменяет переработки. Переработки страшные, сильные. Как у нас официально 8 часов, а неофициально 12 часов, по сути. Да, то есть, за счет этого, даже несмотря на то, что все это дело у нас творится, да, и количество у нас, мягко говоря, рабочих не очень хорошее, но все равно 9,6 миллионов. Придуманные разрухи промышленности. Да, причем в 2004 году промышленных рабочих было 9 миллионов, то есть, с 2004 года, получается, за 15 лет у нас промышленных рабочих выросло количество на 600 тысяч, что как бы не может не радоваться. И, опять же, к вопросу о том, можно ли опираться на рабочий класс, в частности, на промышленных и фабрично-заводских рабочих. Революция 2017 года случилась при 3,9 миллионах, 4 миллиона рабочих. Сейчас рабочих в два раза с лишним больше. Кто нам мешает продолжать работать с промышленным пролетариатом, непонятно. По-моему, тенденция на лицо. И, более того, он еще увеличивается в пролетариат по количеству. Работаете вы, ради бога, это упустите, что если в Российской империи крестьян было 86%, то сейчас этих крестьян в нем с одним не тысяч. Прямо вот крестьян, а не сельского пролетариата. Крестьянами там тоже, если мы открываем первый в том ПСС Ленина, там как раз есть. Во-первых, тогда не участвовались батраки, сельскохозяйственные работники, которые, половина крестьян на самом деле батраками являлась. Не учитываются кулаки, которые там не работают, а только ростовщичеством занимаются. То есть там очень-очень все сложно. Причем эта цифра очень сильно плавает от губерния. То есть крестьянство это тяжело и, по-моему, это не сегодняшняя тема. Давайте еще про рабочий класс. Рабочего класса у нас много. И даже есть небольшая тенденция роста. Возьми с другой стороны. Сколько тогда население жило в деревнях, а сколько в городах. Фабрика это по определению город. Это не деревня. Ну вот мы про город говорили только что. Фабрика, город. У нас часто есть так называемые городообразующие предприятия. У нас таких много городов, много еще. По-моему, что-то статистика 20 тысяч было в России. По-моему, того, если не ошибаюсь. Вот смотрите, да, у нас есть город Партизан. Там раньше были шахты и два завода, плюс две фабрики. Сейчас ничего этого нету. И фактически это больше не город. И даже юридически уставство города потеряло. Теперь муниципальное образование там какое-то. Районный, так сказать, центр. Районный центр буквально. То есть, нету заводов, нету города. В этом плане, да. С другой стороны, берем какую-нибудь Москву, завода ЗИЛ, нету. Заводы Лихачев. А, ну, Лихачев. Что там еще и заводов было? Заводов нету, но это город. Ну, там фабрики есть всякие остались, которые пищевые. Они в основном остались и сохранились. Ну, фабрики есть, да, пищевые. Ну, тоже наш, это успешно пережил все кризисы, успешно развивается. Тот же наш приморский кондитер, который успешно развивается. Кстати, вот фабрики, если мы говорим о пищевых фабриках, даром тоже были данные. Вообще, самая высокая производительность труда у нас, как ни странно, в пищеобрабатывающей промышленности. Ну, она активно и развивается. В примере, даже автоматизация в дикой скорости идет. То есть, там рабочие его классы, но чтобы все меньше. Причем, самое смешное, что это еще самая низкооплачиваемая категория работников. Именно в пищевой промышленности, которые работают, там, печнушки, печетки делают вот такие вот вещи. Ну, я бы не сказал, что это самая низкооплачиваемая, в зависимости, конечно, от чего он делает. Ну, и в зависимости от того, как он там должность занимает. Это тоже факт, они мало влажны. Если он делает просто печенюшки, то где-то зарплата на промышленном кредите до 35, по-моему, где-то так. Может, чуть меньше, где-то так. 25-35, где-то такой варьевается, по-моему, я смотрел данные. Это тоже была статья, да. Казалось бы, в принципе, 35 тысяч более-менее приближается к средней по краю. Но это в сравнении берем с другой промышленностью, с промышленностью. К рабочим, у них получается меньше всего. Ну, если так, то да. А тут они со средней с вами. Да, средней. Ну, опять же, средняя вещь относительная. Да, и температура по больнице. А было именно сравнение в промоутах, так же, как здесь, там, по видам рабочих, где кто работает. Там также по зарплатам и по напарадению. Еще обрабатывающие промышленностью. Опять же, мы должны понимать за счет автоматизации, как бы не требуется большое количество работников. И у нас появляется много мелких, так сказать, автоматизированных производств. Вот я знаю предприятия, которые там работают 10 человек. Они выполняют работу, наверное, за 100-200. Там, печатают всякие, там, агитационный материал, баннеры, там, еще там. Работают в цеху человек 10, не больше. Еще столько же человек в офисе 10 работают. То есть предприятия 20 человек, а оборот довольно-таки немаленький у них, денежный. Ну, опять же, мы наблюдаем две тенденции, да, обратите внимание. С одной стороны, автоматизация и сокращение рабочего класса. С другой стороны, увеличение количества рабочего класса, потому что увеличивается производство. Уделяются новые производства, которых раньше просто не было. То есть рабочий класс, в целом, по статистике, растет. Не считая этот провал, который был после разрушения Советского Союза, все равно количество рабочих у нас растет. Медленно, валка, экономика вроде бы сыпется, но количество рабочих все больше и больше. Количество сокращения турнировать идет. Тут вопрос не в количестве того, что их растет, а просто то, что они не сконцентрированы, как раньше. Мы должны понимать, что за счет автоматизации, опять же говорю, они становятся разбросаны по мелким предприятиям. Вот это возникает. На базе того же, допустим, какого-нибудь предприятия, может быть, там уже маленький цех оставаться рабочий, а все остальное там сдано. Им этого хватает, этого маленького цеха. А может, и вообще нет, не предприятия ничего. А само это предприятие перекочевал, вот это вообще другое место переехал в район, поменял дислокации. И там работает 10 человек. Они производят как 100 человек, о чем я говорю. Потому что никто не отрицает, что рабочие остались. Они есть, они остались, никто не отрицает. Просто они изменились внешне. Мы должны понимать, что подход должен к ним измениться. Суть, да, их осталась. Такая же у них проблема, как и 100 лет. Так же их переработки, так же недоплачивают, так же эксплуатируют. То есть ничего не поменялось. Просто внешне они изменились, и уже нельзя подходить к теми старыми способами, как было 100 лет назад. Нужно находить новые способы, новые вариации, новые методы. Я бы сказал, что новые формы. Ну, может быть, да, формы. Тех мега предприятий, которые вы видели в начале века, там работало по 2, по 5 тысяч рабочих, таких нет. Если вы хотите их увидеть, езжайте куда-нибудь в Бангладеш. Там это вот направлено вам. У нас тогда это маленькие фирмы по 10. У нас нет крупного производства, как в Бангладеш, как ни странно. Так еще. Что у нас из крупных предприятий осталось? Ничего. Да, там уже сразу логические вопросы. Почему Бангладеш, и до сих пор революция не случилась? Почему такие большие правила? Ответ простой, значит, что нет количества рабочих, это концентрация здесь строится. Почему в 19 веке в России регулируется местный фирмус? Тут вопрос о том, что там мы приходим, приход от количественного в качественное, так надо любимое. Нет, просто банальная вещь, как бы, рабочая культура должна дозреть. Первые забастовки, как вы помните, это в конце 19 века, это 1865, кажется, это вот. И дальше оно пошло по нарастающей. То есть забастовки-то были, вопрос массовости. Пока вот это только дойдет до остальных, грубо говоря, участников рабочего класса, пока они его возьмут на обложение, пока сами научатся, пройдет какое-то время. Соответственно, я-то думаю, что через некоторое время мы увидим там классовую борьбу не менее сильной, чем в России начале 20 века. Ну, возможно, и тут, кстати, используется. Прежний пример вспомнился. Не совсем, конечно, это рабочий, но вот один ко мне позвонил жаловаться. Ну, как жаловаться? Не рабочий, там, то, что его жена работает, как он, ДВ-банк, как он, до него сточный банк, да, работает там, сейчас какая-то внедряется у них программа. И им приходится вот буквально эти полтора месяца работать чуть бы не до 12 ночи, с 8 утра до 12 ночи. За переработку, естественно, никто не хочет платить и не платит. Я говорю, ну, а что ты хочешь от меня? Вот ты мне позвонил, пожалуйста. Хорошо, я понял. Какие меры ты больше принять? Хочешь, чтобы я пришел, кто там в голодовку у вас объявил? Я там не работаю, чего мне? Говорю, они готовы подать официальную жалобу? Трудовую инспекцию. Нет, никто не готов, естественно. Говорю, ну, хорошо, ладно. А не готовы, чтобы я подал жалобу? Ну, мы не знаем, надо подумать, если тут кто узнает. Ну, ладно, вы не готовы, что вы подать? Вы не готовы, чтобы я подал? Может, вы готовы там уже запастовку выйти? Нет, никто не готов. Говорю, ну, тогда же зачем ты мне звонишь и жалуешься? Что ты от меня хочешь? Если ты не хочешь, чтобы я подал жалобу от вас анонимную, хотя бы анонимную, не готовы, то как бы это? Ну, что-нибудь предложи, говорю, ну, что я могу предложить? Собирайте вещи просто в 8 часов и уходите, там, до сутки у вас рабочий день прописан, и все. Кто заставляет оставаться? Говорю, ну, им еще заплатить и отпуск, и брать на этот период. Ну, говорить, это не законно, отпишите отпуск и уходите все в отпуск. Ну, что ты еще от меня хочешь? Ну, вот 8 часов, там, сколько у вас, 8, там, не знаю, до 6 у вас рабочий день. 6 часов собирайтесь и уходите, все. Говорю, никто не может вас заставить. Обязать руководство, обучение персонала этих программ. Нет, тут все является именно в желании бороться. То есть, если я не готова бороться, то давайте искать способы. Если я не готов бороться, начать. Ну, я предложу, если говорят, не хотите выписать жалобу, давайте я анонимно отправлю, там, есть возможность, там, нет меня, ну, давайте этот депутат отправлю анонимно в прокуратуру, трудовую комиссию, мне не надо, мы подумаем этим предложением. Ну, уже неделя прошла, они все еще думают, так понял. Есть варианты просто самим написать трудовую комиссию, тоже нет. Просто собираться уходить в 6 часов, когда работа закончилась, тоже нет. Боясь, что уволят. Ну, я ему задумал, тогда зачем ты мне позвонил, это расскажешь, душу облегчить. Ну, пожалуйста, что я дальше буду делать, если вы не готовы. Я могу написать, как бы, если вы согласны, вы не хотите, чтобы я писал, как бы, ну, ребята, что я могу сделать? Я говорю, прийти туда, раздеться до трусов и обидеть, что я обриваю глотовку, потому что вас не пускать домой, ответственность наш. Ну, меня выведут и отправят там в это, в белую палату, и читься. Слушай, единственное, что, на мой взгляд, ты сейчас можешь делать, как бы идти на мозг на тему классовой борьбы. Ну, если бы я мог, это видишь, даже не сами работники жалуются, муж этой работницы, пожалуйста, даже не сама она мне пожаловалась. Если бы она мне пожаловалась, а муж... Ужирательников, да, ужирательников. Что обожаю, вот он жалуется, что у них сейчас была пятидневка, стала шестидневка, они работают по субботу, чуть бы не до 12 ночи. Я говорю, при работе никто не оплачивается, выходной тоже никто нормально не оплачивает. Говорю, а что в договоре подписано? Ты мне скажи, ну, я посмотрю, как написано, говорю, ну, посмотри, что там написано в трудовом договоре у нее, что я подписываюсь. Говорю, есть возможность сходить, я могу прийти, помочь ему там профсоюзную первичку организовать. Мы тоже подумаем, я передам ей. Ну, вот уже неделя прошла, передает всю информацию. Неоднократно с этим сталкиваюсь. Вот эта вот, к сожалению, проблема, она постоянно возникает. Тот же у нас, я вспомнил в Попад, когда общался с ними, да, да, мы готовы, как только им пошли на уступки, они тут же сливаются. То есть, как бы доходит до серьезной борьбы момент, когда наступает критичная точка, когда надо бороться и отстаивать, начинает, к сожалению, куда-то в сторону уходить. Это неоднократно происходит, к сожалению. То есть ты сегодня созрели. Вот тут же два человека приходили мне, вот сегодня вот, они говорят, а что если нам там по вопросу там какую-нибудь петицию написать, там против чего-нибудь там, что же они хотели? Сейчас вспомню, выйдите у меня с головой. Что-то там, что-то по скверам что-то они хотели. Говорю, петицию по скверам в интернете написали. Говорю, ну, напишите. Говорю, ты только вот этого. Прочешь сразу на сайте президента написать. Говорю, что толку петиция. Кстати, помогает гораздо лучше. Да, ну, я говорю, да, как бы, я говорю, и свержение вставки с такой практикой, что большинство у нас свержений готовы пока что только петициями бороться. Как мы возвращаемся на сто лет назад, когда народ как царю ходил с петициями. То есть, как бы... Это пока еще даже не к царю, к царю массово ходили. Ну, тут даже, да, согласен, не ходили. Тут в индивидуальном порядке все. Да, и то даже не ходить, а в интернете заполнить бумажку. Как бы еще не на стоек. С номерком. Тут еще есть один момент, что у нас очень низкая самооценка граждан. То есть, за котиков вступаться гораздо больше народа, чем вступаться за котиков. За котиков, я, кстати, ты мне вспомнил копик. Вместе мне пришел смс-ка. Но у вас очень могу ее прочитать. Насчет котиков там вот мне скинул. Уже человек активный. МОЗ. А вот вчера... Вчера информация в интернете. Во водеостоке новости сипярия находит трупы бездомных кошек со следами пуль. Отсюда вывод. Первый. Кто-то самовольно применяет регистрирование оружия в черте города. Второй. Это кто-то... Незавтра и послезавтра можно начать строить и по людям. Пожалуйста, примите к этому среди информации, к среднему. Ну и что-нибудь сделайте. Мы его учиться не будем называть. Но вот человек о котиках позаботился. Ну, подойти, конечно, хоть о людях тоже побеспокоился. Что вдруг сегодня у котиков строят, завтра люди. Тут хотя бы это. А то вопрос доходит иногда до смешного. Просто о котиках выходит. Когда вот Хабаровский, мы помним. Когда Хабаровский, там он живодерки, конечно, это неправильно, то, что они сделали. Но люди быстрее собрались с плакатами против этого, чем тот же протест против повышения проезда. То есть как бы вопрос от двинулись. Котики, котики интереснее. Тут вопрос, да, терялись со схемой наезда сцепей. Это устроено? Ну, и устроят на счет проезда многих. Хабаровский, наверное, 28. Ну, хотя нет, хотя вот когда вот вопрос пошла у нас с этим, оптимизация маршрута, то народ стал активно в интернете. Ну, пока не имеем в интернете, активно это обсуждать и поднимать волну. И тут же это все администрация, естественно. Мы даже понимаем, опять же, я говорю, что администрация, предприниматели, буржуазия, все они мониторят интернет-ресурсы, все эти наблюдают, они отслеживают всю эту социологию, все это мнение жителей. И тут же пошли кое-где даже на уступки, мол. Типа мы уйдем вам на уступки, типа мы кое-каким маршрутом оставим. А так они хотели сделать, если мы все прекрасно понимаем, чтобы люди два раза больше платили с пересадками. На одном на автобусе, на втором, на третьем, чтобы больше платили. А удобство при этом людей нисколько не повысилось бы. Особенно зимой ты с одного автобуса пересел на улице, доехал, на другом автобусе протопнулся, доехал. И обратно то же самое, ведь чем... Не, ну, можно решить эту проблему путем выпуска карты единого проезда. То же, тебе вот на день дали кафту и ты едешь в день, сколько тебе надо. Ну да, но просто цены-то все равно не мешают, а просто все равно в цене остается. Не, ну, цена будет такая же, если у тебя единый билет произносит, и вот утром доехал до работы, и с ним же вернулся обратно. А сколько ты пересадок сделал, как в метро, допустим, разницы нет. Саш, если бы они хотели действительно оптимизировать транспортную схему, они действуют по-другому. Это понятно дело. В этом еще идет. Тут вопрос, а не оптимизировать, а за счет, так сказать, жители, в большей части все ненаемные работники, просто навалиться. Некоторые хотели. Вопрос стоит не сделать лучше, а заработать. Да, вопрос стоял в этом, как бы это естественно для них. Если бы они хотели бы лучше, они могли бы сделать, как в маленькой, по-моему, Эстонии, где там полностью бесплатный пресс-столица объявили. Где люди бесплатно ездят на общественный транспорт, там вообще плату не берут. У нас были же трамваи бесплатные. Там какой-то небольшой налог вели для всех жителей, они небольшой налог платят, по-моему, и бесплатно любой может кататься. Нет, у нас такой налог платят. Там одна улица, одна электричка. Ну, не знаю, там у них столица по численности, как Владивосток, по-моему, противослужители, как Владивосток, 600 тысяч. Я не помню, то ли Эстония, то ли Латвия, это. Не помню. Я знаю, что в столице вот этих вот республик, недавно, буквально, в прошлом году вели это. Там у них население, я помню, смотрел, как это так они себя позволяют. У населения равняется статье числу жителей Владивостока. То есть как бы равна. То есть как бы просто вели небольшой налог, и каждый там копейки платит, но зато может без всякой ты ездить. Экономия идет за счет того, что меньше надо бухгартеров, меньше надо для всех платежных делать, документ, ринкассация, выпрощается. Ну и там есть какие-то своеобразные, там мотивации автобусников, там кому-то премию там за качество работы, еще что-то там мотивирует их. То есть и с этой стороны тоже подошли вопрос, мотивации. Зачем надо автобуснику ездить с 6 утра до 10 вечера, допустим. Тоже там мотивация есть. То есть как бы вопрос, как сказал Алексей, решаемый, если смотря, какой подход используется. Либо заработать где не хотят, либо в интересах трудящихся. Тут два подхода. Если хотят заработать, то естественно будет, как к сожалению у нас. Если хотят сделать как лучше, ну будет как-то лучше. В Эстонии там налог на что-то другое выше. Ну может быть, но вопрос в том, что маленькая себе республика смогла это позволить, а мы тут не можем себе позволить. Сверхдержаве, в кавычках. То есть как бы вопрос в этом. Потому что мы не на Эстонию уравняемся, а на Америку уравняемся. Ну в Америке, да. Там сейчас не зря все производство возвращается в Америку, не пытаясь вернуть. Потому что у них тоже стоит, у них же много безработных стоит в Америке. Надо решить вопрос безработицы. А также тут есть у них палка, так сказать, на двух концах. С одной стороны, не возвращаясь к производству, у них повысится количество, так сказать, пролетариев, за счет того, что у них производство вернулось. Ну а с другой стороны, они умеют количество у себя безработицы. И клянусь к себе производству. Синенько это получается сейчас. Ну естественно. Есть ли массовые еще? Есть ли у нас, есть, так сказать, монополист в виде Китая, который естественно не отдаст никогда, когда производствует обратно. Потому что китайцы во многом обошли. Они, вот например, смотрел передачу, делают материнские платы, где можно вставить два процессора, двух процессоров материнская плата. То есть она стоит дешевле, чем обычная. Там можно два процессора поставить. Она работает либо на одном, либо на двух сразу. И там под каждую отдельный слот под оперативную память. Так это давно уже? Это стандартная сервенная фишка? Ну вот они, как говорят, обычные ПК продают у себя там. Можно купить такой. Там даже целый бизнес на том, что берется, грубо говоря, обычная плата, берется сервенная Xeon, делаются маленькие модификации, там, ножку припаиваемые, и вот продается как бы обычная листопная плата с сервенным процессором. Ну да, даже так делают. Они уже пошли на перепадку делают такую активную. Давайте, чтобы на позитивной ноте хоть какой-то закончить, я другой пример приведу. Более-менее, скажем так, удачные коллективные борьбы. Речь идет про Донецкую Народную Республику, это вот буквально на днях на одной из шахт, опять же, шахты сейчас небольшие, там людей мало работает. Там работяги собрались, посчитали. Первое, уголь идет за кордон, в Россию, на Украину продают. Посчитали, сколько примерно выходит. Выходит, что один рабочий там зарабатывает около 7,5 тысяч долларов, приносит прибыли. За вычетом всех расходов его зарплата всего 170 долларов, плюс расходники, то есть он где-то капиталисту в месяц приносит около 6300 долларов. То есть сумма очень приличная, 6300 долларов каждый работяга приносит. Они сели, посчитали, попытались сделать забастовку, но к ним приехали местные службы безопасности, МГБ, начали там давить, вначале, что вот тут саботаж устроили, у нас тут война все дела и, короче, дело это прикрыли. Забастовка заблохала. Но работяги на этом не остановились и шахтеры сейчас призывают, во-первых, всю Донецкую Республику вместе объединиться и вместе объединиться в забастовку, потому что на все шахты одновременно не приедешь. И более того, они призывают еще и Луганскую Народную Республику к этому делу присоединиться и поддержать их в забастовку. То есть люди потихоньку кое-где доходят до момента, что надо организовывать стачки. То есть что забастовка на одном предприятии по факту ничего не лежит. Ну, да, да, это как я забыл помянуть, у меня там было написание забываемого, это, как современные комиссии называют, капитализм стал глобальным. об этом описано в работе Ленина, перескак лучшей стадии капитализма, что капитализм реально стал масштабным и предприниматели и бизнесмены мало беспокоят за поступок в отдельной взятой стране. Они могут спокойно производство перекинуть в другую страну. И для того, чтобы более успешно бороться, нужно, помимо развития местного движения рабочего, нужно развивать и мировое, международное рабочее движение. без этого, к сожалению, сегодня никак, потому что, ну, стеркостью сегодня, по сути, предприятие можно как инструктор разобрать, собрать и перейти в другое место. Ну, не совсем. Есть высокоточные производства, допустим, тех же компьютеров, матрицы, которые в ЖК-дисплеев, ну, эти, да, их там буквально два завода на весь мир. То есть, есть все-таки производство, запастовка, на котором остановит вообще всю промышленность, сегодня молодчара. Есть такие, но в качестве шахтеров, да, если ты не объединишься с соседней областью, лучше еще соседней стороной, потому что та же Украина уголь может и в России закупать, а не обязательно на Донбассе. На Донбассе просто дешевле. Поэтому их единственный шанс это мало то, что у себя стачку организовать, еще подтянуть и соседних шахтеров. Тут, кстати, еще вот самое интересное термин называется народная республика, но по существованию что она никакая не народная и сами понимаем, как и Ленин писал, что пока там присутствует капитализм, ни одна как бы не называлась республика, самая демократическая республика не является по сути таковой. как бы, мы должны тоже понимать. Там постреляли по концу 2015-го последних. Да, там одно название осталось, а по сути это как бы таковыми не являются народными. И тут можно вспомнить про народное, общенародное государство, которое бил у нас Хрущев. Ну вот это уже рабочее движение до ума от СССР. к сожалению. Ну, можно исполнить. Чего только Хрущев, он КНР-к расшифровывается, напомнить, китайская народная исполня. хрущев. Ну, я говорю... У КНР чуть другая ситуация. Они образовывались в качестве борьбы от иностранных захватчиков, поэтому у них народная прежде всего была война за освобождение нации от иностранных интервью. Ну, тут надо понимать, что я опять же говорю, что были фашистские пасти, которые стояли в названиях рабочие. Вот этого рабочего они не становились. Там какие-то были уступки, но существа они были настолько ничтожны, как бы... поздравленные учаи социалистической, демократической партии. они как бы назывались, по сути, они таковыми не являются. задача у них стояла во многом перехватить инициативу марксистских коммунистических партий, но цель-то у них все равно другая состояла, не в том, чтобы это поменять. Диллер уже в Майнкалов не стесняюсь так и писал, мы называемся рабочего, выбираем красный флаг себе для того, чтобы людей притянуть к себе и строить свою идеологию, так сказать. Потому что старые партии себя не оправдали на этот момент в Бермудской республике и вот попытка, чтобы не потерять, они начали накачивать. Там же многие, я смотрел вот это, даже читал это, когда Нюрнбергский процесс проходил, там были судей этих промышленников, правда, некоторых оправдали, но некоторые все-таки судей, которые финансировали прям напрямую, не стесняясь, миллионы и из-за рубежа брали деньги, ездили, к тому же флорду он финансировал из-за миллионов выделил гиппетеру на избирательную компанию. То есть, как бы, их оправдание, вот эти там, не помню фамилии, кого там оправдание, какого-то промышленника, банкира крупного, немецкого, только оправдание, только потому, что за него посуетились его, так сказать, товарищи капиталистические которые тоже финансировали. Потому что если наказывать его, то наказывать и всех остальных, которые тоже принимали в этом участие. Так или иначе выделяли средства на это. Опять же, мы тут понимаем, что капиталист вносит тоже международный характер. И в определенных условиях он тоже занимается выгодной для себя позицию и не стесняясь финансирует, так сказать, рожденные даже движения и целые государства, которые противостояли коммунистическими не только партиями. Ставлю слово, если назвать мимикрия, то есть подражание. То есть он активно капитализм примеряет на себя лица разных форм и видов, соответственно, выдает себя как что-то хорошее, прогрессивное. Ну, такого подражания тоже есть предел, потому что при попытке интегрировать в себя что-то из социалистического распределения этого политика, этого государства всеобщее было состояние, хотя это тоже врандило, потому что состояние там отсело процентов 30 населения. Потом оказалось, что это беспосредственно не проходит и появилась политика Тэтчера и Рейгана, соответственно, которая как раз таки была направлена, чтобы эти элементы социализма оттуда убрать, так скажем. Ну, сейчас мы присутствуем при закате этой политики, потому что работать она перестала. Вот вспомнил, кстати, Тэтчер, ну, тут угольные, мы говорим, как раз она Тэтчер разогнала угольную всю промышленность в Англии, потому что они были самые активные профсоюзные рабочие движения там, угольщиков, самая активная протестная, она их разогнала в первую очередь. А также вот сейчас как одну из читал у нас это интересная мысль, не помню, где-то на каком-то сайте читал, то ли я вам, то ли на усну, что с какой целью вообще впускает иммигрантов в Европу? Одна из целей приезжать в профсоюзе путем тем, что если вы будете вот бастовать, мы сейчас нагоним штрейфбекеров и они будут работать вместо вас. Вы меньше бастуйте профсоюзу, как бы это один из вариантов, зачем тащить иммигрантов в Европу. Надавить на профсоюзу те же, чтобы они меньше бастовали, припугнуть их, что мы вас заменим просто и все. Но опять же это, к сожалению, порождает и не, так сказать, не интернациональную дружбу, а националистические взгляды, и к чему хорошему это не ведет. Антиглубль и настроение. Пускай другие подобности совершенно в свою страну. Только ксенофобия национализма и... Ну да, они с одной пути, с одной стороны, ведут к этому, а с другой стороны, расшатывают профсоюзы, которые там активно стали сильны. Кстати, ты вот упоминал МПРА и забастовку до ФОР. Да, да. Там была похожая ситуация, там хозяева нагнали штрейкбрейсеров из среднеазиатских республик бывших советских, и там ПРА активную борьбу ввел в том, чтобы этих штрейкбрейсеров и гастарбайтеров взялись к себе в профсоюз добиться, чтобы они добили зарплату такую же, как у рабочих не комфортно, чтобы не было разницы, не было смысла их туда тащить. Ну да, это один из вариантов борьбы, но она может, мы должны понимать, не везде работать, как бы. Там целая методичка есть, как они этого добивались, то есть, понятно, что заставить Джика платить тебе по разносу каждую профсоюз, то есть, каждый месяц тяжело, он тут приехал-уехал, там они делали, они там просто 100 рублей, фиксированная сумма, ты заплатил, все-таки в профсоюзе, профсоюз за тебя борется. То есть, тебя там просто так уже не выгонят, за тебя там, если мы еще заступимся, вызвали там, поможем тебе, а ты за это объявляешься членом профсоюза и поддерживаешь нашу запасторку. Там целая тема была. Не, ну мы даже понимаем, все-таки флорт, это не просто какая-нибудь там мелкосортная компания, там все-таки дружины не просто рабочие низкой квалификации, а все-таки более-менее грамотные. Там более низкие, я так понимаю, берут аджиков, я так понимаю, на форуме нас собирали примерно как наш соль, то есть, там полутверточная сборка и многие вообще цепочки, женщины работают. Понятно, дело, но все-таки какие-то все-таки не, я думаю, ни оба кого брали. Все-таки, наверное, они что-то знали, где там были сварщики профессиональные, допустим, а большинство рабочих это вполне легко меняются гастарбайтерам и женщинам, то есть, они скапплифицированы работают. Ну, а вот, кстати, пример, у нас открытое государство заявило, что готово, там не хватает врачей, давайте мы их из-за рубежа ведем. Наш, кстати, просто врачи молчат по этому вопросу, никак не серегировал, что там завести врачей из-за границы, из-за Средней Азии, у нас не хватает медицейского персонал, но пока там обошел в этой младшем медицинском персонале, я врачах тоже, ну, вот они молчат, как бы, на, не видишь, фишка, они-то будут официально трудоустроены, а учитывая, что у нас нехватка врачей, то есть, сильно ситуациями, не, но они-то официально будут, но, а зарплата там будет со всем другом, мы должны понимать, что под другую зарплату набираться, под такая там фишка другом, что мы сейчас тебя уволим, вместо тебя возьмем это тоже за это работает, то есть, тут угроза потерять работу, но, опять же, учитывая нехватку кадров, напугать эти, по-моему, еще будет кого-то. Нехватка кадров, никого не пугает, как раз, и они целенаправленно ведут политиково укрупнение этой должности, когда на этаж должност начинает выполнять обязанность сразу нескольких. Ну да, пример скорой помощи. Да. Ну и потеря такого человека в итоге ставит крест на любую помощь. Конкретно внести. Когда у нас врач скорой помощи выполняет несколько функций, как он еще водитель не работает на момент, уже было одного ездил, и когда у нас пример, вот я видел хороший пример в инстаграме, многие конечно выложили, вот до чего дошла наша медицина, в google поиске я так понял, что приехали врачи общего назначения, которые не занимаются детьми, они не разбираются в этом. И там комментарий, человек написал хороший год, это приехали врачи, как там общее направление, они детьми не занимаются. Те, кто занимается детьми, такие в набор 2 бригады всего лишь на весь город. Они естественно решили просто уточить, они в этом не разбираются. Приехали кто есть. Ну понимать должны. Ты же программист. Должны понимать, что они разбираться. У нас тоже бригада электромонтеров. Вроде бы бригада одинаковая, машинка одинаковая, а бригада разная. С допуском к ночным работам и без допуска к ночным работам. Те, кто ночью тебе могут свет восстановить, а те, кто не могут. Да, они приедут, что, ночью сгнили, развернулись, уехали. С допуском на высоту кто может на высоте работать, кто может только вбудка трансформаторных власть. Это все очень сильно различается. И бригада скорой почвы мы еще точно так же. Есть реанимационные, но и прям так написано. Не просто скопроты, еще реанимационные. надо понимать, каждому подходить не удивленно, но каждому надо смотреть общую суть картин происходящего данного движения в ситуации конкретно. Потому что одна ситуация может говорить об этом, а копнешь нуты, там все по-другому устроено. Более детально разбираться. В принципе, при усложнении цикла производства и вообще инфраструктура в целом, появляются отдельные люди, отдельные персоны, которые могут все это делать стать колом. Потому что кроме них больше других специалистов. Ну да, есть, согласен. вопросы, насколько эти специалисты нужны, можно пойдут без них обойтись. вот вопрос стоит о том, что может быть без них люди пострадают, а эти в общем скажут, ну фиг с людьми, мы свою прибор оставим себе. Нам как бы главное прибор получить. А там что случится дальше, ну ну... Ну, с другой стороны, это как бы не совсем рабочие, но когда учители города начнут вымирать близкие, а скоро они вообще и в глазах никогда не увидят, то мы уже понимаем, это можно тупо привести к бунту, к стихии. Ну да. Достаточно будет вот как с этой кошечкой, да, по челчку, ребенок умер, все вышли, пошли снисли нахер, все, что есть. Ну, это неоднократно происходило, когда мы видим, что происходит у нас ситуации, у нас часто ну, ну, что у нас пример, ну, вот всякие там, допустим, всяких маньяков ловят, там, их задерживает полиция, русская толпа готова лечевать его, потому что по сути все понимают, что полиция не выполняет свои функции, участковые дают подписки, там, они вообще даже, даже не стесняясь, вообще ничего не пишут, когда их делают запросы, люди понимают полную безнаказанность ситуации, их это выводит из себя, они выходят на улицу, как бы, это уже есть предпосылки к этому, как бы. Я вспоминаю, это замечательный пример, который был в сборнике революционных движений НДВ в начале 20 века, там приводилось такое, что, вот, когда крестьян, ну, крестьян особо доставал местный барин, они уже даже потом не писали никаких жалоб, они вот тут уже поджигали у Сань, потому что, ну, поджигатели находили не всегда, а вот жалобчикам прилетало, протестя и гарантировано. Ну, тоже пример, да, к краяным образом изменить ситуацию. У нас сейчас, видимо, переходный период, когда на милицию еще половина надеется, половина нет, и вот, которые уже не надеются, они пока молчат. Ну, да, я говорю, что здесь уже неоднократно такие ситуации, сколько мы даже, тем не менее, показывали, не стесняясь, показывать ситуацию, когда люди уже не надеясь на действия, сами выходили. Даже есть ситуации, где-то я читал буквально недавно, в край, даже людей прячут, наоборот, от полиции, потому что, где-то, где-то же у нас, где-то в край, подозревают, сейчас уже подозревают, за это не подозревают, что двое сотрудников полиции убили, подъехали и выкинули трупа. А, убили одного, а они рядом его не заметили просто в темноте. И вот его наброс скрывает теперь полиция, чтобы его не это. То есть, как бы, доверие очень сильно падает, потому что это очень, блин, тяжело завоевать его и удержать доверие. С другой стороны, если кончится доверие к полиции, то придут военные, просто идут военное положение. А придут ли вопрос? Да. Если хотят рейтинги доверия государственным институтам, там выделяется два пика, так скажем, это президент и армия. Все остальные там в районе 15-20%. Но это исследование еще, по-моему, 16-го года, то есть, до пенсионных ходов. Ну да, доверие падает, как бы, кто подхватит это доверие и будет действовать в ситуации. Что, заканчиваем тогда? Хорошо.